Книга «Открытым оком», 15 том, тема «Работа», вопрос, 2991. «Все ли, кто ходит на ваши занятия по изучению Библии в университет, становятся членами вашей общины?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Есть несколько человек, которых можно назвать ветеранами. Они ходят уже 8-10 лет. Ничем и ни разу не нарушили требования к посещающим занятия. Но ни разу так и не попросились к нам на богослужение, а тем более в общину. У нас строгое правило – никого к себе не звать, не говорить, что спасение только у нас. Считаю это недопустимым и искренне презираю старообрядческое благовестие. Ты, юридик, переходи к нам». В 1990 году по воле Божией я в качестве туриста поехала в Финляндию, где советским туристам дарили Библию на русском языке. Первый раз я держала в руках Библию, будучи на пенсии, не понимая, что это не просто модная книга, за которую ее считали в те времена, а священная книга, книга книг, как нам говорил Игнатий Лапкин. Читала Библию, но она не произвела на меня никакого впечатления, так как я в ней ничего не понимала и не разбиралась. В это время душа искала встречи, если можно так выразиться, с Богом. Я ходила в Никольскую церковь, в Покровский собор, но, отстояв службы, я ничего понять не могла. О чем читали, что говорили. Проповеди в то время не было, сейчас есть. А душа хотела и искала что-то, связанное с Богом. И случайно, хотя ничего случайного нет. Опять по воле Божией услышала голос по радио, приглашающий посетить лекции в Политехническом институте по изучению Библии. Пришла. Судя по услышанному голосу, ожидала увидеть большого мужа. Апостола. А увидела обыкновенного мужика, лысого, добренького, в сапогах. У меня было полное разочарование. Попало, как кур ващи. Но с первой минуты, когда начал говорить Игнатий Лапкин, я сидела и слушала, как завороженная. Моему удивлению, в его познаниях не было границ. Я первый раз за свою немалую жизнь встречала такого, такого эрудита, такого проповедника. Он помогает не только познать Библию и Евангелие, он учит по-другому смотреть на жизнь, связывая библейское учение с настоящей жизнью. И быть благодарным за все Богу. Благодарю Господа Бога за то, что Он позволяет мне посещать лекции вот уже почти 10 лет. С земным поклоном ко всем членам общины. По скрипту. Поэтому, если позволит Господь и вы все, я буду посещать лекции. 30 января 2006 год. Стрыгина Юлия Николаевна Милосердова. Телефон такой-то. Евреям 4.1. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Там же 3.15. Да коли говорится, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота.